Добрый день, дорогие друзья! Как вы знаете, меня зовут Олег Лавгудвин. И сегодня мы расскажем о том, как помочь самому себе, как с помощью самомассажа размассировать свою шею. Особенно эта проблема касается девушек, они достаточно у нас эмоциональные, поэтому они часто бывают либо от стресса, либо какая-то защитная реакция, они сковывают плечи себе, сковывают шею. Либо вы долго проводите долгое время перед компьютером, когда сядете за экраном монитора, у вас вперед уклоняется голова. Но чтобы увидеть экран монитора, вы обратно разворачиваете свою голову вот так, и получается шея делает вот такой загиб, как у гуся. В итоге что получается? У вас напрягаются вот эти вот мышцы, потому что они же должны держать шею, и они передавливают сонные артерии. А как мы знаем, в голову идут у нас 4 основных магистрали кровеносных артерий. Это 2 сонные артерии и 2 позвоночные артерии, которые питают нашу голову, кислородом обогащают ее, и другие полезные элементы туда несут. Поэтому все эти вот зажимы, все эти вот блоки, они сказываются на нас головными болями. Это могут быть какие-то метеозависимости, это может быть головокружение, даже опороки бывают у людей. Поверьте, это достаточно нередкие случаи. Поэтому берем свои ручки и накладываем себе на шею. А конкретно на вот эти вот продольные мышцы, видно их, да, вдоль шеи. И они продолжаются трапециевидными мышцами, доходят до наших ключиц. Где заканчиваются мышцы и начинается ключица, где вот крепится лопаточка к ключице, тут такая ямка есть, вы на нее можете нажать и почувствовать вот такую небольшую легкую боль, она иногда даже бывает приятная. Поэтому берем, просто разглаживаем вот эти области. Это можно делать в одежде, без масла, дома, на работе, в офисе, где хотите. Пожалуйста, применяйте вот такие мягкие разглаживания, круговые, да. Далее мы приходим к методу разминания. Он немножко помассивнее действует на наше тело, кроме разглаживания, да. То есть мы берем два пальца и усиленно разминаем круговыми движениями вот эти вот мышцы шеи. Опять доходим до ключиц. Здесь вот вы в трапециевидной мышце, вот в этой, да, которая вот так вот идет по наклону, вы можете почувствовать некоторую боль. И это хорошо. Чувствуйте ее. Она благотворно влияет на ваши восстановительные процессы. Это даже приятно. Некоторые называют ее приятной болью. Вот такими круговыми движениями вы уже можете себя восстановить, обогастить свою шею приливом крови. Кровь питает ткани, и вы достаточно быстро восстанавливаетесь. Но давайте продолжим дальше. Берем опять два пальца, указательный и самый длинный, как он называется, не помню. Накладывайте себе вот тут, где заканчивается череп, да, вот по этой линии. И начинается позвоночник. Прямо от позвоночника берем силой вот эти мышцы, две продольные мышцы, вы их видите, вот они здесь, они такие толстенькие, вы их можете даже нащупать сами себе. Берем их и оттаскиваем силой вперед. При этом, когда вы тянете ее вперед, я покажу сбоку специально. Вот головой двигайтесь назад, в противовес. И вот так вот по одному позвонку, опуская пальцы ниже и ниже, распрямляйте свою шею. Вот таким вот образом. Вот, я уже взбодрился, а вы? И это еще не конец. Мы продолжим дальше разминать непосредственно наши трапециевидные мышцы. Берем противоположную руку и так широко накладываем на свое плечо. Положили и вот силой так вот его сжимая, проходимся вверх до шеи и обратно до конца, где крепится эта вот мышца наша, да. То же самое проделываем и с другой стороны. А еще, чтобы было поинтересней, берем эту мышцу и оттягиваем ее от шеи, немножко поворачивая шею в противоположную сторону, как бы мы ее отжимаем в другую сторону. Я думаю, вам видно, да? Берем и отжимаем. Вот, дорогие друзья, такими методами вы можете быстро восстановиться прямо на своем рабочем месте, ну или где бы вы ни находились, даже в поездке в машине. Устала шея, заболела голова, остановились, промассировали сами себя. Как видите, это буквально 2-3 минуты, и мы в полном порядке. Поэтому наше практическое упражнение будем показывать вам мы и дальше, а вы не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. Пока-пока!